друзья всем привет с одной стороны зума евгений бычков с другой стороны зума а да я в большом торонто в канаде а с другой стороны зума ирма заубер и бал гейна калифорния лос-анджелес блин валера сколько лет прошло на самом деле ирма я приношу свои извинения можно я сделаю небольшое вступление я вспомню когда мы с валерой в первый раз познакомились и это был сейчас скажу это было где-то середина на самом начале 80-х годов на юго-западе в театре матвей анечкин позвал на концерт своей молодой группы круиз а вот и мы пошли там если почта был такой алл саша налоев вот мы пошли с ним на пару он неважно короче говоря мы пошли на этот концерт мы абсолютно обалдели не в доме туриста было что не в доме туриста дом туриста у меня вылетел это были ваши первые концерты самые насколько я понимаю в москве а вот когда приглашали прессу и все вообще попал в эту самую прессу я конечно абсолютно фонарел и потом когда мы с матвеем разговаривали мы говорим да ну солист классный но гитарист это просто тут труба он говорит ну да это наше тайное оружие а потом спустя буквально два месяца три месяца не помню сколько прошло круиз приехал в алмату и тогда мы с тобой познакомились и тогда мы сделали с тобой огромное интервью и тогда валер ты мне сказал ладно вот blackmore вот всякие джимми пейджи это все ладно ты запомни имя вот это вот настоящий парень и назвал мне имя которое до того времени не знал звали во ингви маунстин уже 84 или 85 год до перестройки точно абсолютно причем я так ну сейчас я могу уже признаться да я тогда матвею сказал что-то вот песни у них честно говоря но это не мое это не мой стиль он говорит да ладно песни ты послушай какой гитарист это правда это было если можно я скажу это было прекрасное время в том смысле еще что гитара все-таки была таким важным инструментом в группах как не так как сегодня понимаешь причем особенно соло как соло игралась как она исполнялась понимаешь на какое значение она имела в любой песни в любой композиции это было очень важно поэтому в восьмидесятых годах как раз началась вот эта волна нового поколения гитаристов которые играли один круче другого просто понимаешь это правда поэтому так и время было поэтому тебе повезло и мне ты помнишь ну ты помнишь то алматинскую гастроль да да прекрасно классно мы снимали даже видеоклип на песню сейчас не падай духом а окей понятно мы снимали причем какие-то мы горы 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 как называется ну а лата вообще-то мидео да на мидео спасибо что напомнил класс 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 не прошло 40 не прошло и 40 лет это мне надо было оказаться в торонто мне в тебе надо было оказаться в лос-анджелесе мы должны были познакомиться с ирмой через рашкин репорт и когда я узнал блин а муж у нас кто она грита вот кто у меня кто у меня муж это это отлично человек оказался отлично это отличная история будьте в торонто заезжайте ребят с удовольствием у нас здесь хорошо окей хорошо ирмочка привет прости что я тебя заставил не нормально все нормально это правда это правда слушайте ну вот нынешние времена здесь не столько о музыке сколько о политике конечно разговор естественно но тем не менее как сложилась музыкальная судьба у вас у обоих потому что ирма в общем тоже мы коллеги тоже музыкант дирижер хоровик и певица валера в калифорнии насколько я понимаю давно как сложилась чисто музыкальная судьба давайте вот с этого начнем а потом перейдем уже к сегодняшним дням ты знаешь если вот так посмотреть то я в принципе самую большую часть своей жизни прожил именно в лос-ланджелесе понимаешь это длительная длительная жизнь которая в принципе прошла очень насыщенно очень насыщенно началась для меня я приехал сюда по контракту во первых предложение было поступил от warner brothers мы записали альбом мой проект тогда назывался гейн и это должно было быть что-то представить такое российское ван хайльн ага ван хайльн должен вот этот проект он совершенно к несчастью он быстро закончился он начался но не закончился они то есть вернее его не выпустила компания потому что появилась нирвана и вот с того момента вот они решили что будут работать только за гранч вместо того чтобы это был хард-рок какой-нибудь гитарный там альбом вот такого плана поэтому я создал группу карма и вот с этой группы началась вся моя вся моя жизнь творческая вот здесь это на мой взгляд это была самая лучшая группа в которой я и когда-либо играл англоязычная естественно да конечно да трое молодых ребят из калифорнии в общем очень талантливые им мне было 33 тогда им было по 20 19 и 21 вот такие все молодые ребята были и это было для меня очень тоже интересно молодая новая кровь в америке играя с американскими музыкантами это было нечто новое для меня я быстро обучался языку ну и вот с того времени все пошло после этого я начал работать там с корейцами я начал работать множество других групп продюсировал вот здесь местных и самое различное ну и в то же самое время я выступал мы выпускали альбомы карма была подписана на немецкой компании вот мы хотели подписать здесь в америке с крупной компанией поэтому мы ждали когда мы получим такое большее имя что ли на какой-то определенный период чтобы контракт нас был более большие что ли большего размера как вот и на этом вот как-то все вот пошло вот таким образом и ты не поверишь вот до сих пор я работаю с корейцами это корейский такой бизнес который продюсирую корейских артистов на на самом высоком уровне то есть в корее просто и также я писал и пишу музыку для телевидения и для всяческих сериалов для я имею ввиду не саундтреки а просто треки отдельные которые поступают в библиотеки музыкальность которые компании черпают их просто понятно 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 свыше 600 треков просто которые вот просто запущено в ротациях по различным вот телевизионным каналами всякого такой вот в общем вся моя жизнь построена вокруг того что вот на данный момент у меня студия домашняя я заметил да это впечатляет правда гитар много висит как ты видишь да это то что у меня огромная страсть гитарам я это очень люблю по сей день и когда есть возможность купить какую-то новую гитару просто их некуда вешать на самом деле проблема в том что их наверняка было бы больше они и так их их больше ну просто они просто половина лежит у меня под кроватью да и не их наших шкафах всех просто забитый просто абсолютно все слушай ну конечно ты знаешь прости жма а конечно вот как бы тем людям которого по которой помнят валерия гаину естественно хотелось бы постоянно что-то от него слышать потому что вот этот ваша недавняя песня которой я не могу не могу воспроизвести название по понятным причинам но она такая она крутая на на злобу дня мы сейчас об этом отдельно поговорим но блин какое там гитарное соло ребята ну просто офигеть ну действительно там несколько секунд но это просто вот это то что там как раз она поднимает вообще все там совершенно то есть как гитарист валира это спасибо большое мне приятно это слышать и я хочу рассказать что соло должно было как-то ну совпасть с названием самой песни понимаешь вот поэтому название песни отражает отражает в каком-то смысле вот это соло моё но скажите а вот теперь уже вопрос к двоим потому что ну ирма то она вообще на острее копья всегда у нас здесь да и она рубит в общем невзирая на на лексику и и это очень круто и очень классно но а я так понимаю что в русскоязычном сегменте в общем то вы пока еще не проявляли себя до недавнего времени да ребят а то есть вы в основном замыкались на американских каких-то своих кругах и все и здесь вот ну на русском запели на украинском на русском просто понимаешь жизнь тут во первых валера поскромничал он например не сказал что его группа карма которая здесь была ее представлял лэйми тот самый лэйми мотор то есть он выходил и говорил примерно следующее что чуваки вы думаете что вы умеете играть сейчас я вам покажу русского и вы поймете что вы не умеете ничего то есть примерно ну потому что мы все здесь в той или иной степени для большинства людей мы русские неважно кто мы на самом деле по национальности вот потом у валера пришлась вся ну я как всякая хорошая жена говорю не про себя про мужа понимаешь потом большего большая часть его работы здесь все-таки студийная работа поэтому возвращаясь вот к этому треку где старые валерины поклонники там слили огромный ушат дерьма и почему-то большинство людей считают что гаина там был звездой здесь он не стал никем господа дорогие здесь он стал композитором пишущим музыку для боу для боу ларена например для супербол да это самое главное мероприятие что-то погуглите что это такое вот поэтому просто здесь немножко работа сдвинулась из концертной деятельности на студийную что касается нашего как-то совместного да вот мы вместе работаем с корейцами я пишу бэк-вокалы мы вместе пишем музыку потому что мне например я композитор знаешь одной строки мне очень сложно написать там придумать вот как валера структуру куплетную часть так далее я могу выдать какую-то там вот одну вокруг которой уже будет все остальное плюс я пою бэк-вокалы и пишу текст и мы с валерой еще пишем свои собственные песни они англоязычные они в стиле конечно рок-метал и в общем то они ну мы их делаем для себя мы делаем больше для себя потому что уже на английском но вот когда случилось вот это вот событие которое все называют в россии тремя жуткими буквами а на самом деле это полномасштабная война это вторжение это фашизм и другого слова здесь нету извини я сяду немножко на своего конька вот естественно захотелось как у всех как всех людей переполняют чувства и эмоции а во что могут вылиться чувства и эмоции музыканта музыку в музыку в то что он привык делать и мы написали на самом деле несколько песен вот которую ты говоришь матерная песня это больше идея была моя и мы нашего еще одного друга олега бернова из ну началось секста понимаешь текст появился вот такая идея пришла в общем то я быстро села и начал у меня почему-то сразу первое что пришло в голову это должен быть какой-то хип-хоп не просто какой-то роковый или метальная какая-то какой-то трек должен быть хип-хоп почему-то такая вот прямо мысль в голову тем более что люди не особо понимают что я пишу очень самую различную музыку в целом то есть это не то что я замкнулся просто на руки только это дело я делаю свою работу то что мне приходится делать примеру для корейцев я делаю в основном это такая поп музыка это кей-поп вот или скажем здесь когда я делаю просто инструментальные треки они могут быть в самых различных жанрах категориях просто они делятся на огромные категории которые просто покрывают фактически все в музыке я только стараюсь так не особо доработать с джазом к примеру не совсем моя музыка чтобы я просто так не совсем меня увлекает в том смысле чтобы я был таким же как бы не чувствую самим себя что-либо скажем если мне пришлось бы просто джазовую музыку делать а так более классического плана с там с аранжировки типа с оркестровыми с удовольствием это делаю понимаешь электронная музыка в общем хип-хоп в общем самое такая вот разнообразная в этой в этой конкретной ситуации бустернула сама тема да сама тематика да такой абсолютно плакатный панк хип-хоп с абсолютным матерным текстом и в общем как бы как бы все здесь слилось ну да чтобы понимать чтобы это как бы совпадает с тем что происходит понимаешь то есть каждое слово каждое все подобрано под то что эти события они же трагичные на самом деле они это каждый разговаривают на этом языке сегодня понимаешь язык который вот в этом тексте все этот каждый так выражается сегодня а по-другому и невозможно слушайте а вы назвали это анти орки но я понимаю это как бы проект мы назвали его потому что мы думали но это же не может быть это же не просто валерий гаина это не просто ирма заубер это не просто олег бернов который прекрасно исполнил свою роль это мы втроем мы вот как-то каждый вот олег пришел он записывался у меня здесь дома могу себя записываться мы при этом мы захотели вот так чтобы это было прямо вот здесь и без проблем это записалось очень быстро очень легко и потому что это как бы крик души вот сегодняшнего дня просто для каждого поэтому это было очень эмоционально и очень здорово и но это же я на я насколько понимаю это же не разовый выстрел да то есть вы же планируете как бы расширять расскажите об этом мы планируем что разумеется какие-то определенные треки будут еще в дальнейшем появляться под этой маркой что ли трейдмарка может быть какой-нибудь дизайн у нас было еще до этого песня не знаю ты наверно тоже слышал реинкарнация свободы но слышал конечно она была на украинском языке украинском языке да эта песня собственно написано в соавторстве там у нас есть замечательный друг сережа миллер и вот он прислал когда-то написал песню и вот мы ее решили переделать мы ее переделали она стала звучать так как она стала звучать но вот в отличие от трека который матерный да она звучала нам хотелось в тот момент было такое настроение понимаешь она у нас всех нас всех прибило в первую неделю нас всех убило просто понимаешь вот прям вот знаешь расплющило и мы находились все в подавленности в этой поэтому песня такая вышла мрачная тяжелая такая джинь 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 понимаешь то есть она соответствовала тому что внутри потом это состояние придавленности сменилась вот такой, знаешь, холодной злобы у меня, по крайней мере. И вот в этой песне, которая матерная, мне уже хотелось сказать о том, что я думаю обо всем случившемся. Потому что тяжелых и надрывных песен, прекрасных абсолютно, их много, их очень сейчас много. А вот такой песни, которую мы выдали сейчас, их практически нет. Пока. Да, ну нет, хотя я слышала украинскую песню, замечательную, мне тоже прислал друг, ее там Гроулом парень, мы вас всех убьем называется. Но очень откровенная просто песня. Потому что, понимаешь, меня даже не удивляет, когда украинцы пишут такие песни, они должны это делать, они это делают. Но когда россияне, даже бывшие, понимаешь, вот это длинная тема, и я из-за нее очень переживаю. Понимаешь, когда сидят люди, пусть даже бывшие россияне или россияне существующие, но они сидят где-то в Европе или в Америке, им нечего бояться. И вдруг они вместо того, чтобы разразиться какой-то вот чем-то изнутри, они выходят и говорят какие-то невнятные абсолютно ни о чем слова. для меня это лучше бы молчали. Вот честно, лучше бы молчали. Нет, но Ирма, послушай-ка, ну люди разные, у людей разный темперамент, но ты хлещешь на отмашь сразу. Я не призываю хлистать на отмашь. Понимаешь, Жень, когда происходит то, что происходит сейчас, это называется фашизм. Когда идет фашизм, нейтральной позиции быть не может. И вот это желание усидеть одной жопой на двух стульях, я вижу практически в каждом втором музыканте. Потому что они выпускают материал, который не поддерживает. Понимаешь, я еще понимаю, когда там всякие больные поддерживают вот это все. У них есть позиция. Эта позиция неправильная, это позиция съехавших с ума людей, но она есть. А у других людей, у них позиция такая, знаешь, спеть ни о чем. Если эти победят, я скажу, что это было не про это, а если победят те, вроде как я чем-то отметился. Вот для меня это просто вот бэ, понимаешь? Ну, здесь я хочу добавить лишь, что, понимаешь, если музыканты, особенно которые сейчас в России находятся, они в очень, ну, как бы в тяжелом положении находятся. Они в такой ситуации, в котором, если они скажут свою позицию откровенно... Так я говорю не о тех, кто в мою России. Ну, в данном случае... Но сейчас мы к этому сейчас подойдем, потому что я сегодня... Я понял, Валер, я понял, о чем ты говоришь. Я сегодня только получил письмо от моего друга, одного российского музыканта, очень хорошего музыканта с очень хорошей группой. Там Бекары сплошняком, потому что он выразил свою антивоенную позицию. У них снесли канал на Ютьюбе, у них снесли репетиционную... Кстати, он передал тебе привет, мы потом за кадром просто скажу, кто это. И в частности он говорил, что вы работали с Шурой из Биту, да? Насколько я понял. Ну, я часто участвовал в их концертах и гостям. И мы с Шурой тружим. Он недавно был у нас, кстати. Вот перед началом войны. Да, так вот, суть в том, что они-то свою позицию в открытую не высказали, но подспудно как бы своими действиями они проявили ее. Как бы, но я прекрасно понимаю, что находясь там, это уже большое дело, в принципе. Это огромное дело, Жень, огромное. Правда, потому что такое количество вот этих вот так называемых артистов или настоящих артистов, которые сейчас просто оказались по разной стороне баррикад, я понимаю, что люди, которые сидят там, они, естественно, фильтруют базар по полной программе. Я, кстати, с твоей наводки, Ирма, я посмотрел Очаков ТВ, и это очень круто. Это на самом деле очень хорошо, потому что чувак созванивается, просто вслепую созванивается с людьми, и пытается вывести их на разговор. И, в общем, это абсолютный дебилизм, конечно. То есть люди боятся просто слова произнести, это видно все. Здесь как раз все понятно. Что касается тех, кто по эту сторону, я могу понять Ирмина состояние вполне, я даже отчасти разделяю, но с другой стороны, ну я знаю хорошо Бориса Гребенщикова, ну вот он такой, ты понимаешь, вот он своими песнями, вот он своим внутренним миром, он, в принципе, ведь тоже все говорит. И, может быть, по его понятиям, может быть, даже и не надо ничего больше говорить, потому что уже... Ну, Гребенщиков – это совсем отдельная история, это такой для меня немножко человек-бог, знаешь, из разряда Будды где-то. Потому что песня про полковника Васина, она была еще задолго-задолго до вообще сегодняшних текущих событий, поэтому есть такие люди, которые говорят, например, для меня точно такой же Андрей Макаревич, когда он поет и своими песнями передает, передается хорошо, когда он... Я даже не жду, что он что-то... Потому что он все, в принципе, говорит достаточно понятно и доходчиво. Максим Леонидов, живущий в Израиле, вешает постоянно у себя на странице песни на украинском языке, хотя я вижу, по его... Слышу, что он не говорит на украинском, он специально их учил, чтобы вот так выразить свою позицию. Этим людям честь и хвала. Понимаешь? Но есть много очень других людей, которые понимают, что у них рынок завязан на России, допустим, или даже не завязан. Эти еще более противны, потому что у них уже ничего их с Россией не связывает, и все равно они... Даже, ты знаешь, многие не из-за денег, это делают. Они пытаются внутренне отстраниться от своей ответственности. Вот что очень... Я здесь живя... Я уезжала... В принципе, уже были такие настроения фашистские. И даже я не могу сказать, что я не виновата. Да, я выходила на митинги, я была против этой власти, но значит, мало выходила, значит, мало делала. И... Я... Извини. Мишка, можно я сказать... Пойду заплакать. Я вижу, я вижу, да. Нет, все нормально, я все понимаю. Даже живя здесь, я продолжаю что-то делать, несмотря на то, что я вызываю здесь, ну, как тебе сказать, взрывную ненависть у русскоязычных. Вот, я хотел сейчас пояснить. Во-первых, насколько вы общаетесь с нашими, ну, условно говоря, с нашими бывшими земляками? То есть, у вас там в Лос-Анджелесе, я так понимаю, Логутенко, да? Я так понимаю, что у вас там Макс Покровский, у вас там Женя... Макс Покровский в Нью-Йорке. А, в Нью-Йорке, сори. Женя Хафтан, по-моему, в Лос-Анджелесе живет. Вы как-то пересекаетесь? Я могу ошибаться. Знаешь, нет, с ними не пересекаемся. Я как-то общался в какой-то определенный период с Логутенко. Ходил на его концерты здесь. Но это было лет 10 назад. Потом мне показалось, что он уехал и как-то долго не возвращался. И как-то пропали связи. Мы недавно, правда, ему звонили по какому-то там вопросу, по его участию в каком-то мероприятии. И он так не ответил. Я подумал, может быть, он уже в поездках каких-то. Ну, Максима, ты видел. У нас недавно с ним был совершенный эфир. Да. Буквально там два дня назад. Мы общаемся с русскоязычными, но это русскоязычные всякие. В основном, конечно, это все-таки люди в той или иной степени имеющие отношение к миру и искусству. Слава Богу. У нас не так много друзей, потому что все остальные люди здесь просто сошли с ума. Русскоязычные люди здесь сошли с ума. Ну, я хотел бы в своей очереди вообще добавить, что, в принципе, мне кажется, что вот явно как-то вот если говорить о музыкантах и своих поклонниках, которых они имеют, вот, допустим, того же Бориса Григорьевичакова, можно сказать, что его фактически все его поклонники, все его будут поддерживать, его взгляды. Понимаешь? То есть это потому, что жанр музыкальный, в котором, понимаешь, люди, которые слушают в основном его за тексты, за то, что его отношения, через его тексты, через то, что он поет, через его песни, люди понимают, кто он такой. Правильно? Он говорит о себе. Вот это его собственная позиция. Поэтому людей и его поклонников привлекает именно он как человек с точки зрения выражающей себя вот как он на определенном плане. И они о нем сформировали свое мнение. Поэтому они его поддерживают в том или на какой позиции, какую бы позицию он не выбрал, они его будут поддерживать. Вот сейчас, когда мы выпустили эту песню, ты не представляешь, какое количество... Вот, я к этому хотел подойти. Ну, то есть, я понимаю ощущение Ирмы, я знаю примерно вот как бы чисто эмоциональное состояние Ирмы, но я читал комменты под этим вашим видео, и, Валер, как ты вообще это воспринимаешь? Потому что там такой поток говна просто. Ты знаешь, я, конечно, половину не читаю, в общем-то, так просматриваю время от времени, так совсем не я. В общем, конечно, стараюсь не обращать на это внимание. Колит глаза, когда такое читаешь, и, ну, расстраиваешься в каком-то смысле, потому что, ты понимаешь, мне хочется, чтобы люди были умнее. Понимаешь? Чтобы они видели не просто так, на своем каком-то, знаешь, ну, чтобы они не были такими ограниченными в своем мышлении. Ты понимаешь, тебя же никто не заставляет, если ты боишься в стране высказать свое мнение за то, потому что тебя могут то ли на 15 суток, а то, может, и на 15 лет. Я понимаю таких людей, они могут очень так найти какую-то форму, в которой они выразят не в войне, к примеру. Понимаешь? Вот и все. Да сейчас уже за не в войне забирают. Сейчас уже за не в войне могут забрать, но не на 15 лет, я надеюсь. Поэтому мне кажется, что люди, когда уже выражаются и когда поддерживают, понимаешь, они настолько, настолько уже упали на такой уровне, на такое дно, с которого оттуда нет возврата, мне кажется, когда вот ты читаешь, ты понимаешь через эти комментарии, что вот этот уровень людей, они говорят, к примеру, такую вещь, вот могут написать, что типа Советский Союз дал мне возможность быть таким музыкантом. О, это я слышу в отношении себя столько, что я понял, да. Нет, они не понимают, что Россию или Советский Союз сделали, такого рода музыканты сделали великой страной. Если они считают Россию великой страной, то Рахманинов ее сделал. И, понимаешь, Чайковский сделал. Вот такие великие музыканты, которые, ну, не важно, это важно, что он все равно российский композитор. Вот. То есть мысль заключается в том, что люди не понимают, что Советский Союз нам давал возможность попасть в тюрьму за то, что мы играли. Это правда, кстати. Мы имели такую возможность очень простую просто попасть. И меня спрашивали много лет, Валера, как ты смел вот такую музыку писать, как ты не боялся этого делать в тот период? Ты знаешь, мы не знали, мы делали то, что мы чувствовали. Мы не думали, что это какой-то криминал мы делаем. Мы не подходили к этому с точки зрения, ой, мы играем такую музыку, нас завтра посадят. Мы так не думали. Мы просто делали то, что нам нравится. Понимаешь, то, что мы чувствовали. А вот тема, смотрите, сейчас. Тема так называемой отмены русской культуры. Вообще, на мой взгляд, абсолютный бред. Но ее всячески раскручивают, особенно те люди, которые как бы связаны ближе с Европой, потому что там это больше ощущается просто. Я в таких случаях просто сразу говорю, ребят, посмотрите, вот тупо. Вот вы говорите, что запрещают сейчас русскую культуру, сейчас запрещают. Фигня, туфта, все. Посмотрите, просто программу Торонцкого симфонического оркестра на весь этот сезон. В каждом концерте обязательное произведение русского композитора от Рахмайного, Чайковского до Шестаковича, Проквейа, нету этого ничего, не ведитесь на пропаганду. Как вы это ощущаете в Лос-Анджелесе? Дело в том, что надо на эту тему сейчас успокоиться. Почему? Потому что после той войны было то же самое. Прошло время, а у меня рядом находилась со мной спецнемецкая школа. Я училась в спецанглийской, рядом находилась спецнемецкая. И там старые учителя помнили, как люди, пустые классы, люди не хотели учить немецкий язык. Люди не хотели, то есть там Гёте, Гейне, ворево, неважно, немецкой не хотим. Прошло время, всё вернулось. Понимаешь, Гёте не виноват в том, что был Гитлер и что нация половина помешалась и съехала с ума. Точно так же, как со временем люди поймут, что не виноват Пушкин, не виноват Лермонтов, Рахманинов. Всё вернётся. Сейчас это настолько без кожи и настолько это всё внутри и болит, и что просто, понимаешь, я не знаю, честно, я не знаю, что бы говорила я, если бы моего ребёнка, если бы ребёнок под бомбами в завалах закончил свою жизнь. Не дай бог, не дай бог ни одной матери. Более того, я хочу сказать такую вещь, что, мне кажется, это очень важно, что всех, кого мы называем вот сейчас от композиторов до поэтов и, в общем, люди искусства, они бы не стали на стороне этой войны. Почему же в России тогда столько людей искусства сейчас запустятся и несут всякие вздохи? Я тебе объясню, почему. Потому что у них нет другого выбора. У них нет другого выбора. Он им не дам. Неправда. Это неправда. Ну, это можно так считать. Есть люди, по которым видно, что у них нет выбора, а есть люди, по которым было видно всегда. Пожалуйста, простой пример. Газманов, Машков. Они всегда были... Такими были, да. Ну, все, и ты ничего не сделаешь. Правильно. Ну, а те, кто против этой войны, я считаю, что у них особого выбора нет. Им нужно выбрать то, что им или нужно сваливать из страны, или второе, ты все, ты потерял все, ты потерял работу. Самое главное, что ты имеешь в жизни, ты не сможешь прокормить свою семью. Это огромный риск каждый человек себе берет. Поэтому многие просто очень тихонько сидят, молчат. Ну, молчат, это одно. А выйти в Лужники и славить с Зигой на майке власть существующая, это немножко... Слушайте, ну, смотри, Ирма, ну, откровенно говоря, нас задевают конкретно несколько фамилий, которых мы считали нормальными мужиками. Не несколько фамилий, не несколько фамилий, Женя, у меня в России было... Когда я приехала сюда, у меня в России было порядка трех тысяч хороших личных друзей. Трех тысяч, Женя. От них осталось два. Два! Ну, я имею в виду... Я говорю о публичных фигурах сейчас. Ну, да, но никто не ожидал этой гадости от Машкова, ну, предположим. Но Никита Михалков был блестящий режиссер и актер когда-то, да? Ну, как бы вот мы видим куда-то все. Но таких, на самом деле, таких вот иконных, таких фигур, на самом деле... Фигурные фигуры отметились еще во время Крыма. Говорухин, Захаров. Что, по-твоему, это меньше, чем Машков? Нет. Ну, там немножко другие... Ну, ладно, там не все так однозначно, как сейчас говорят. Фигуры отметились практически две трети. И потом, понимаешь, Жень, в этом смысле все очень страшно, потому что вот это все вместе, если сейчас говорить вообще об обществе, да? О чем Валера не сказал, что с развала Совка прошло уже несколько десятков лет. Вот я к этому хотел подвести как раз сейчас и... Видишь, у нас, да, у нас с тобой одинаковое мышление. Синхронисити, как Полис пели, да. И, к сожалению, понимаешь, за вот этот вот, за вот эти 30 лет, там, или 40, сколько прошло, не просто не пройден никакой путь, а просто вот как осталось в мертвой точке, так оно... Потому что люди раскрывают рот, я читаю их комментарии или письма себе личные, и понимаю, что все, что они прочитали, это учебник истории четвертого класса. Наша страна освободила от немецко-фашистских захватчиков. Ну, это понятно. Слушай, Гарб. То есть скрепы такие, знаешь, которые забиты в голову тупого электората на десятки лет вперед. Ты знаешь, вот меня что убило? Некоторое время назад здесь был такой большой автопробег, здесь еще не было такой острой фазы, и, в общем, это был очередной День Победы, и, короче, поехала автоколонна. Причем, ко мне тогда только-только приехала моя молодая жена, и я ее повез, значит, показать на это. Она посмотрела, у нее глаза на лоб, откуда в Торонто столько ват, и спросила она меня. Ну, окей, хорошо, вопрос не в этом. Но там были вполне себе молодые люди с майками с портретом Путина. Молодые люди совсем. Я не понимаю, вот у них. Вот поэтому я и говорю, что то, что говорят люди, что подождите, сейчас умрет вот это поколение, вот Моисей по пустыне водил евреев 40 лет, да ни хрена не будет. Ни через 40 лет не будет. Нужно целую программу, и нужно, чтобы кто-то этим занимался, и тогда, возможно, понимаешь, это как тяжелые, там половина людей как тяжелые наркоманы. Ты тяжелого наркомана можешь пересадить с одного наркотика на другой, но вылечить ты его не сможешь никогда. Ты отдаешь себе отчет, Ирма, что они то же самое говорят о нас? Что мы отравлены западной пропагандой? Я отдаю себе отчет во всем, потому что я очень хорошо знаю историю Германии, очень хорошо. Я очень хорошо знаю, как дальше пошел путь Германии после падения Рейха, как люди отнекивались от всего и говорили, это не мы, это мы не знали, у людей была с венцем напротив, дымила труба, они говорят, а мы не видели, мы туда не смотрели. Понимаешь? Вот, потому что и все равно, если брать немцев сейчас, то каждый немец сейчас с пеленок воспитан, вот, как сказать, что это тема табу для него вообще, понимаешь? Там всем это с детства объясняют, там все видели эти фильмы о том, что произошло. Их заставляли их смотреть на протяжении 10 лет. Я даже выкладывала фотографии, где они сидят вот так вот, закрывают лица, потому что, понимаешь, и даже, что касается помощи Украины, если мы сползаем сейчас в политику, потому что я это очень люблю, ты знаешь, то я не могу судить Германию, как другие страны Европы, потому что на них лежит колоссальный исторический груз, в отличие от других стран, понимаешь? У них вечное чувство ответственности и до сих пор чувство вины. И, в принципе, это, наверное, правильно. Я не призываю весь русский народ судить. Я не знаю, видел ты или нет, я постоянно публикую тех немногих героев, которые там выходят и протестуют, несмотря на все. С тегом они не все, потому что я никогда в жизни не скажу они все, покуда вы там есть вот эти вот люди отчаянные, которые, несмотря на то, что им грозит иногда тюремное заключение, вот девочка, которая перевешивала в магазине ценники, где она, петербурженка, женщина, которая включила, открыла балкон и включила на всю хронику того, что происходит. Понимаешь, вот находятся такие люди, и пока они есть, я не скажу, они все. Но, увы, Москва, Питер, это вообще, как бы, да, страны в странах, которые стоят отдельно. Если ты поездишь по самой России, а у меня так сложилось исторически, что перед отъездом сюда практически четыре года я как раз жила вот в таких подмосковных городах. Да я в ужасе, Жень. Я понимаю. Я в ужасе. Это вот как раз то самое, что мы видим на канале Очаков ТВ. Разбитые дороги, бухающие мужики, вечно брюхатые бабы, и при этом все славят Путина, живя на три копейки, постоянно выклянчивая у меня деньги, которые никто никогда не отдавал. К музыке вернемся. Да, извини. Нормально, нормально. Нет, все нормально. Это все тема, потому что мы все из кастрюли рок-н-ролла, как я понимаю, рок-н-ролл всегда был музыкой все-таки бунта и протеста в первую очередь. По духу по своему. Валер, вот в 80-х годах мы еще захватили остатки рок-застолья вот этого всего самого главного. И для нас это очень важно было. То есть музыка была частью вообще абсолютно неотъемлемой частью нашего внутреннего мира. Сейчас это ушло в массе. То есть рок перестал быть таким значимым. Протестом. Он перестал быть протестом. Он перестал вообще, он стал эстаблишментом. Понимаешь, о чем я говорю? Но это неприятно. Но это данность на сегодняшний день. Ну вот вы же как-то все-таки вписались вот в эту данность и вы остаетесь все-таки вот в этом ну как бы вот в этом контексте. Как ты считаешь, Валерий Гаина, замечательный рок-гитарист, эти времена вернутся или ну их нафиг? Ты знаешь, ну чаще всего в истории музыки и вообще в целом в истории вещи в принципе возвращается. Есть какой-то определенный круг, по которому вообще музыка строится, если даже теорию музыки взять, если как-то провести какой-то параллель между теорией музыки и вообще всего, что происходит с точки зрения трендов мировых, да, все это двигается, то оно движется все равно по какому-то определенному кругу. В принципе, сегодня мы проживаем, вот мы в какой-то точке определенной находимся, где музыкальный жанр не имеет столь большого значения. Ты можешь в любом из этих жанров стать большущей звездой. Стоит ли тебе только быть этой звездой? Надо иметь эту звезду в себе где-то. Ну это понятно. Понимаешь? Какому-то конкретному артисту просто иметь это все. А как ты продашь это? Это уже твое дело, ты уже можешь создать этот жанр. И вдруг этот жанр начинает становиться каким-то образом трендом. Трендовым опять. Если он где-то упал, где-то ушел. К примеру, Битлз были в свое время. Потом мы видели через периоды, что появлялись какие-то группы с таким же отзвуком. Приблизительно в этом ключе. И они достигали каких-то определенных успехов. Не было такого взрыва, как то, что сделали Битлз, потому что Битлз это явление на века. Там совпали звезды просто самые разные. Это понятно. Все правильно. Поэтому я в принципе думаю, что, конечно, все возвращается на свои места. Но надо понимать, что то, что возвращается, это имеет какую-то новую форму. и понимаешь, мы как люди уже, которые жили и были молодыми в 80-х, 90-х, мы были молодыми, понимаешь? То есть мы уже не сможем смотреть с нашего, вот скажем так, 10 лет уже, еще позже, смотреть на все, что происходит в тот период, скажем, уже в 20-35, к примеру. И мы не сможем себе представить, себе и анализировать, и сравнивать, и смотреть, и судить об этом всем, понимаешь? Легко судить о том, что происходит, когда ты молодой, вот в твое время. Я даже считаю, что в каком-то смысле вот то, что мы называем ностальгией в каком-то смысле, это является то, что мы были молодыми, и как вы воспринимали, какими глазами, через какие очки мы все видели и слышали, понимаешь? Наша призма, через которую все происходило в наших головах, в наших ушах, в наших сердцах, вот формировала наш мир. Поэтому я, мое мнение, что все возвращается, но это все в новых формах. Ну вот вы общаетесь, вы общаетесь с молодыми музыкантами, в принципе, Лос-Анджелес это вообще Мекка, одна из музыкальных столиц мира, это понятно. Вот вы общаетесь с молодыми музыкантами, они вообще понимают, что происходит, в мире, в жизни, что происходит вот в обществе, вот как вы почувствуете, как вы чувствуете? Я имею в виду американских музыкантов, не русскоязычных, американских музыкантов. Они реагируют ли как-то вот на эту, на жуткую эту войну, на то, что происходит сейчас? Знаешь, еще как. Ты удивишься. Еще как. Еще как. Ты знаешь, молодые ребята сегодняшнего дня, они очень продвинутые в плане понимания происходящего, не только в музыке, вообще в целом в жизни и в мире, потому что мир с ума сошел. Понимаешь, сейчас мы живем везде, в каком-то, в определенном смысле, в сумасшедшем мире. Настолько мир разделился. Он воюет между собой в каждой стране. Понимаешь, просто есть по-разному, баррикады строят люди уже сейчас, понимаешь, то есть реально в разных странах из-за политических взглядов, из-за ситуации внутренней, одни верят в одно, одни тянут обратно в 16 век, другие тянут вперед, понимаешь, и вот это все, это столкновение огромное, которое приводит нас всех вот к такому, вот в такой ситуации в мире, что войны начинаются, вот тебе, пожалуйста, война идет в Украине сейчас, которая просто взорвала нас всех и дала нам понять, что вот какое время мы живем сейчас. Это сейчас реально. Это сейчас реально начать войну. Слушай, я тебе скажу, даже недавно у нас был президент Трамп, и он даже хотел бросить какие-то ракеты в Мексику. Понимаешь, у него были такие мысли. До чего люди дошли вот в сегодняшнее время. Самое главное, что правят-то не молодые, у которых лучшие головы, лучшие, понимаешь, более светлые мысли у них, понимаешь, более правильные взгляды на, понимаешь, куда надо двигаться миру. А мир с ума сошел, понимаешь, при этом сходит с ума, и ты же слышал Raw vs. Wade, который происходит здесь, в Америке. Это тоже тебе вот пример тому происходящему. Если это просто каким-то Supreme Court, если он рассмотрит и это в сторону того, что его аннулируют, это означает, что в Конституцию поменяли, понимаешь, Конституцию, закон поменяли. Ну, у вас еще там предстоит очередная серия морозовского балета. Сейчас Маск вернет Трампа в Твиттер и начнется второй круг, вообще, по моему ощущения. Абсолютно. Абсолютно. Ты абсолютно верно говоришь. И, к сожалению, вот мы в таком мире сегодня живем. Это очень больно, это страшно смотреть. Поэтому, понимаешь, и то, что происходит в музыке, и то, что происходит в политике, и то, что происходит во всех остальных сферах, вот сейчас они находятся в такой, знаешь, идет огромная конфронтация всего, понимаешь? То есть, мир сам с собой воюет внутри одной какой-то страны, которая просто, вот, скажем, та же Америка, та же Канада. Слава Богу, мы демократические страны. В демократических странах всегда есть свои проблемы, потому что ты, вот с одной стороны, здесь хочется так, каждый день, вот как ты смотришь на то, 90% русского населения, вот бывшего нашего из Советского Союза, скажем так, это я уверяю, что за Россию сейчас. 90% здесь. Понимаешь, это о чем говорит? По идее, мы живем в демократической стране, ты не можешь сказать, этих людей надо убрать из этой страны. Конечно. С другой стороны, что они здесь делают? Вы приехали в демократическую страну, и вы хотите разрушить демократию внутри этой страны? Вам демократия, оказывается, не нравится. Это то, из-за чего я сюда приехал. Понимаешь, когда такие вещи происходят, когда я переживаю эти события вот в такой форме, что просто мы сейчас под угрозой демократии в мире. Вот к чему это все вот сейчас пришло. И я очень сожалею в каком-то смысле, что я больше, наверное, говорю о политике, чем о музыке, то, что твой вопрос был. Но я переплелось ведь. Абсолютно. Вот я к этому и веду, что оно сейчас одно целое. Все это имеет одно и то же самое значение. Во всем происходит вот нечто такое. Но надежда все-таки на то, что я, на мой взгляд, молодежь сегодня очень продвинутая. Во-первых, музыканты потрясающие. Ты не представляешь, какие молодые музыканты сейчас. Я несколько раз попадал, и это просто какая-то фантастика. В наше время это не снилось просто. Не снилось, да. Понимаешь, если у меня не было выбора, к примеру, в период круиза я пытался найти замену Сергею Ефимову, я никогда ее не нашел, эту замену. Просто не было. Я искал замену Монину, когда я стал петь в свое время. Я не нашел замену, понимаешь. Я не искал, 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 и я из-за этого был вынужден начать петь. Просто мне просто пришлось. Я не собирался никогда в жизни, не думал, что к этому придет. Но жизнь заставила, понимаешь. И вот такие вещи происходили. А сейчас, когда ты смотришь, просто можешь увидеть. Мы скоро пойдем на Нем-шоу. Это такая огромная выставка здесь происходит. Это в июне в этом году. Она обычно зимой происходит. И ты знаешь, вот ты просто пройдешься за один день и ты увидишь такое количество молодых людей, которых так играют, на каких хочешь инструментах. Потому что здорово. Представь себе, это вокруг 200 тысяч человек. Просто все известные звезды там участвуют. Они везде присутствуют. И концерты происходят. И все, что хочешь. Там можно увидеть много-много-много-много всего, что происходит на сегодняшний день. Здорово. Интересно. Да. И это очень интересная выставка. Мы обязательно пойдем. Ко мне даже специально друзья мои приезжают. Некоторые. Мы хотим тут еще пари устроить. Такое небольшое. музыкальный джем обязательно. Да. В последний день выставки там дома поставим аппарат и будем здесь во дворе играть. Отлично. Молодцы. Вот такие планы. Так эта выставка является отражением того, что на сегодняшний день происходит в музыке. Вот молодые личности, которые завтра будут ими. Понимаешь? Они могут там ходить и могут просто остановиться случайно в какой-то компании. и люди играют. И ты можешь снять. И я когда первый раз попала, я обалдела, потому что там играла девочка японка, помнишь? Я уже даже не помню с кем она играла. Ей, наверное, может быть, лет семь или шесть. То есть она вообще вот у нее гитара там где-то болтается. И вдруг она вышла и так вломила, что просто, знаешь, челюсть отвалилась. И там очень много таких детей. Это дети. Это даже не подростки. Это дети. Они снимают со стенда и начинают лупить так, что я понимаю, что завтра музыка будет... Значит, смотрите, друзья, наступившая, наступающая, наступившая эпоха Водолея предполагает, что, во-первых, миром будут рулить женщины, что мне ужасно нравится в принципе, что старая короста отмирает с большими потерями и с большой болью, и что время наступает молодых. Мне все три очень эти момента нравятся. И это мы все, все три момента мы сейчас наблюдаем, кстати говоря. Между прочим. Это вот, Ирма, это в твой огород. В том числе. Мне в мой огород уже, знаешь, столько наговорили, что Валеру, что я за Валеру пишу все посты. Вот, кстати, это удивительный момент. Знаешь, мне всегда раньше казалось, что когда у человека есть кумир, особенно если это кумир таких миллионов, знаешь, что если этот кумир поставит перед собой там телефон или камеру и скажет там, ребят, вы не правы, вот происходит что-то другое, то он способен повернуть сознание людей, которые его любят и уважают, то он способен повернуть, ну, хотя бы их заставить задуматься. И вот на сегодня я вижу ужасную вещь, что когда кумир говорит не то, что люди хотят слышать, они не задумываются, Ирма, солнце, все-таки, но не все комменты были погаными, там были поддержки. Я не по комментам. А я все к тому же там есть и поддержка, ну, надо фильтровать просто. Я сужу совершенно не по комментариям, я, в принципе, общаюсь с огромным количеством людей, потому что я веду уже еще две группы, там и Валерину группу, и я просто замечаю, насколько люди внутри обозленные. Сейчас говорим в большей степени, конечно, про российское общество, но в целом Валер абсолютно прав, во всем мире идет конфронтация прогрессивного общества и реакционного. Тех людей, которые тащат общество назад в каменный век и тех людей, которые хотят видеть свет, понимаешь? И это очень серьезная борьба, потому что первые, они намного более агрессивные, они намного более шумные, они готовы за свою псевдоидею, они просто готовы рвать. А демократия так не устроена, она не готова никого рвать, никого убивать, выгонять. Слушай, более того, я хочу даже еще, если можно сказать на эту тему, на самом деле мы переживаем сейчас очень серьезные времена, не только из-за того, что войны и конфронтации, и вот все, о чем уже говорили, а на самом деле сейчас надо постараться сохранить нашу землю, потому что земля в опасности, на самом деле, понимаешь, что мы-то, я всегда, когда летал то в Россию, то в Европу, то обратно возвращаясь в Америку, я всегда смотрел сверху на всю нашу эту землю, я думаю, блин, ну здесь нету стран, здесь есть земля, которая постоянно горит, сейчас Сибирь горит, понимаешь, а уже пожары начались где-то у нас тут в Колорадо, просто таких не было. Вот сейчас, в это время года, когда этого не должно происходить вообще, ты понимаешь, а это всё происходит каждый днём, и наша земля просто пылает в огне, и не только в огне, какие шторма тут происходят, что происходит, просто климат меняется, ну настолько быстро и настолько резко, мы вообще даже не задумываемся, даже относительно того, понятно, что многие люди кричат об этом, они уже просто звонят колокола уже давно, учёные просто, весь мир, которому мы должны преклоняться и дать им больше ещё возможностей для того, чтобы они способствовали тому их работы, чтобы они способствовали тому, чтобы этот мир мог бы, мы понимали больше, что мы творим на этой планете, насколько мы оказываем и какое влияние на всё, что происходит в атмосфере, понимаешь? То есть вместо того, чтобы задумываться вот о таких вещах, люди, к сожалению, пуляют друг друга, стреляют, что-то, что... Деноцифицируют, деноцифицируют, понимаешь? Вот в наше время. Поэтому мне кажется, что тут ещё вот такой вопрос очень важный, который человечество должно задумываться вот сегодня, а оно занимается войнами, понимаешь? Вот. Ну, слушайте, я стараюсь всё-таки держать свой оптимизм, меня в этом многие... И правильно. Тем не менее, по истории мы знаем, что свет побеждает всегда. Просто какое-то время, да, это занимает действительно. Свет побеждает всегда. Уф. Ну, я как год внутри скептически... Да, я вижу. Год again. Да, скептически отношусь, потому что у меня свои прогнозы на то, что происходит, на то, что будет, и... Они отличаются от ваших. Мы, скажем так, мы все балансируем вот то, что наши разные взгляды и уровень оптимизма. Она, в принципе, тоже оптимист по-своему, понимаешь, но только... Ну, только немножко по-разному рассматривает свой оптимизм, понимаешь? То есть мы хотим, в конце концов, чтобы всё было хорошо. И все... Ну, да. Абсолютно. Даже годы хотят, чтобы всё было хорошо. Это правда? Это правда. Но наше хорошо сильно отличается от вашего хорошего. Ну, это правда. Это правда. Это правда. Уела меня старого хиппи. Ладно, ребят, хорошо, спасибо. Я хочу поставить многоточие просто, чтобы не договариваться, не выговариваться окончательно, чтобы у нас была возможность ещё с вами как-то связаться, когда вот после этой выставки, может быть, вы о ней немножко расскажете, хорошо? Конечно. С удовольствием. Ирма Заубер, Валерий Гаина, Вэл Гаина. Супер. Спасибо вам огромное. Остаемся на связи, остаемся в друзьях и ужасно любим друг друга. Спасибо. Было приятно пообщаться. Спасибо. Всего хорошего.